В рамках визита заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко в Казанский университет была обсуждена возможность создания в Сатарстане на базе вуза карбонового полигона. Об актуальности проекта в сюжете нашего корреспондента. Глобальные проблемы, связанные с изменениями климата, прежде всего из-за деятельности человека, вызывают на сегодняшний день множество дискуссий о том, какие последствия они могут за собой повести. Прогнозы специалистов говорят о том, что если у нас через 20 лет, через 15 лет температура поднимется на 2 градуса, то для нашей планеты это будет катастрофа. Так прогнозируется, что территория Америки станет очень засушливой, поднимется уровень океана, в результате будут происходить подтопления, и это самое малое и самое очевидное из того, что мы можем предполагать. Для того, чтобы этого не случилось, специалисты предлагают изменить наше потребление природных ресурсов, перестраивая или компенсируя выбросы вредных веществ в атмосферу. Понять, как определенные территории производят климатически опасные газы, и как другие участки могут их поглощать, помогут карбоновые полигоны, основная задача которых – разработка методики, которая помогла бы связать эмиссию, то есть выброс газов и секвестрацию, потребление этих газов, а также запасание углерода в почве, растениях и так далее. Проект по созданию такого полигона разрабатывает и Казанский университет. Это будет некая территория, на которой будут разные типы природопользования, то есть это будут естественные экосистемы, это могут быть лесные экосистемы, или болотные, или какие-то водные объекты. Все те природные сообщества, которые улавливают и депонируют, то есть связывают углерод из углекислого газа. Также это будут участки, где станут проводиться эксперименты по выращиванию различных растений, максимально эффективно улавливающих углекислый газ из воздуха и его накопляющих. Кроме того, предполагается и некая инфраструктура, которая будет обслуживать измерения всех этих параметров, например, вышки с датчиками, лаборатории, помещения для ученых и так далее. Отметим, что программу развития таких полигонов запускает Миноборнауки России. Всего в стране создание полигонов планируется в семи регионах. Проект Казанского университета станет восьмым. Поскольку одна из основных задач – это образовательная, конечно, это будут задействовать и сотрудники, и студенты, причем различных институтов. То есть это институт экологии и природопользования, институт геологии, институт физики в части разработки различных дистанционных методов оценки эмиссии углекислого газа и возможных методов оценки объема углерода, который накапливается в экосистемах, и инженерный институт. Кроме того, будут задействованы IT-специалисты, экономисты, гюристы и журналисты для освещения данной экологической проблемы. В настоящий момент разрабатывается программа исследований. И, по словам Марии Кожевниковой, уже этим летом планируется обследование территории и первичные исследования. Катарстан выступил с инициативой организации в трех точках. Это в районе Раицкого участка Волжско-Камского государственного заповедника, мотивируя тем, что это такая наиболее естественная экосистема. Вторая точка, мы предложение, это в районе Нижнекамского промышленного узла. Третья точка, в котором предложение, это территория Юго-Востока республики. Пока это, ну, как бы, очень так неопределенно, но это явно территория нефтедобычи. Предполагается, что все полигоны на территории Татарстана будут функционировать по единой системе. Однако каждый проект может позволить дополнительные исследования в силу особенностей, местоположения и так далее. Мы разговаривали с идеологом этой проблемы. И он сказал, что Казанский университет в силу своего местоположения, в силу своего развития, он просто обречен на успех. Поэтому, конечно, мы должны выступить тут за стрельщиками и предлагать какие-то и новые методики, и новые методы. И в том числе пробовать их самими. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Арицехи Туглы, Универ Ньюс.